И второй продукт, который меня немного разочаровал, он от NYX. Выглядит упаковка таким образом. И изнутри вы видите набор бронзера и румяна. Румяна супер красивые, пигментированные, очень красиво переливаются, потому что содержит некий очень-очень мелкий шиммер, но бронзер практически не пигментирован. То есть хоть какого-то цвета от него добиться на самом деле очень сложно. Я не знаю, может быть зимой будет смотреться лучше, но сейчас я очень-очень расстроена. Последний продукт для лица, который я хочу вам показать, выглядит вот таким образом. Очень милая упаковка у него. Это хайлайтер от компании Tokidoki. И он действительно очень красивого цвета, классно сияет, такой нежно-ронзовый отлип дает на лице. Очень-очень мне нравится. И девчонки, которые живут в Америке, обязательно загляните в Sephora, потому что сейчас там идет распродажа косметики Tokidoki, потому что они не будут ее больше в Sephora продавать. И вот этот хайлайтер стоил изначально 22 доллара, и я купила его за 8. Также от Tokidoki я купила себе три вот таких вот палетки. Изначально они стоили 10 долларов, и я их купила за 4, поэтому обязательно загляните. Сейчас я покажу, как они выглядят изнутри. Итак, первая палетка называется Vegas, и изнутри она выглядит вот таким образом. Здесь зеркало, и здесь 4 оттенка теней, и 1 оттенок румян. Эти тени сейчас у меня на глазах, и вы наверняка можете видеть, что они очень хорошо пигментированы и очень здорово смотрятся. На самом деле, с ними легко работать, и я очень довольна, что купила такие классные палетки за такие маленькие деньги. Вторая палетка Sand in the City. Изнутри выглядит вот таким образом. Оттенки румян, кстати, во всех палетках разные, поэтому вы не бойтесь, можете брать сразу несколько, и не будет повторений. И последняя палетка называется Lion Papa. И изнутри выглядит вот таким вот образом. Тоже пользуюсь ей очень часто. Как я уже говорила, тени от Wet n Wild просто супер классные, особенно учитывая их стоимость. Вот такая вот палетка Sweet as Candy стоила всего 3 доллара. И здесь вот такие оттенки идут очень пигментированно, очень хорошо смотрятся на глазах. И я уже делала с ними макияж. Ссылку я оставлю вот здесь, обязательно заходите и посмотрите. И еще одна палетка от Wet n Wild, которая появилась у меня этим летом, выглядит вот таким образом. Она называется In the Comfort Zone. И тут цвета действительно такие очень комфортные. И на каждом оттенке написано, для чего его можно использовать. С другой стороны палетки есть инструкция, какие макияжи можно с ней сделать. Очень удобно, очень классно, действительно хорошее качество. Также на распродаже я отхватила вот такую вот палеточку, опять же, от Corus или Corus. И мне очень понравился ее дизайн. Помимо того, что цвета здесь очень красивые, здесь очень классный дизайн. То есть, каждая тенюшка открывается вот так вот по отдельности. И в сводчах, на самом деле, кажется, что тени не очень пигментированные. Но на самом деле, я уже неоднократно делала с ней, с этой палеткой макияжа. И на глазах они очень хорошо видны и отлично отдают цвет и на кисть, и с кистью. То есть, очень-очень классные и мне очень понравились. Стоили, по-моему, всего 7 долларов. Но это мне повезло. И еще несколько новых тенюшек. Первая это вот такая вот от Maybelline. В этой палетке все цвета хороши, кроме вот этого более темного коричневого. Но, в принципе, он тоже неплох, просто по сравнению с остальными не настолько. Это оттенок 800 Makeover Mokka. Также я приобрела две вот такие вот однушки. Первая от Rimmel и вторая от Revlon. Revlon оттенок 0.25. И у Rimmel 102 Backstage. Очень-очень красивый. Я просто использую его одним цветом на все подвижное веко. И очень здорово смотрится. То есть, придает такое сияние и больше, по большому счету, ничего не нужно. Этот, конечно, использую для более каких-то смелых макияжей, для смоки, для вечернего макияжа. С глазами почти закончили. Последнее, что покажу, это вот такая вот тушь от Maybelline. Это какая-то их довольно знаменитая тушь Great Lash. В принципе, она мне понравилась. Ничего особенного, но неплохая тушь. То есть, каких-то больших нареканий нет. Также купила завивалку для ресницы Revlon. Посмотрела на всех девчонок. Все покупают, всем так нравится. И, слушайте, честно, не пользуюсь вообще. Потому что у меня и так ресницы довольно сильно завиваются, как и волосы. Поэтому у меня она лежит без дела так просто, чтобы... Вот я бьюти-блогер, у меня тоже есть завивалка. Теперь перейдем к губам. И в этой категории абсолютный лидер у меня получился Revlon. Потому что я попала на распродажу и накупила вот сколько помад и блесков. По 2 доллара всего лишь. Поэтому я не могла никак устоять. И это помада из серии Color Burst. И блески, по-моему, тоже оттуда же. Все оттенки я напишу под видео. Супер классные продукты. То есть, от помад я в диком восторге. Хотя, в принципе, ну вы, наверное, уже помните, что я говорила. Я не очень люблю помады. Я в основном пользуюсь блесками. Но эти просто супер. Они почти как лип-баттеры от Revlon. И блески тоже очень красиво смотрятся на губах. Как по отдельности, так и поверх помады. Супер классные продукты. Очень увлажняющие и не слишком липкие. И последнее, что я вам сегодня покажу. Это вот такая вот кисточка от Real Technique. Я поддалась на всеобщие восторги. Потому что изначально я не хотела покупать эти кисти. Потому что... Ну, вообще у меня кистей достаточно. И как бы я не нуждалась в них. Но все-таки вот поддалась. И да, она красивая. Да, она очень мягкая. Да, она очень здорово вот так стоит у меня на моем комодике с косметикой. Но она не уникальная. То есть она не абсолютно незаменимая. Я могу сказать, что вот это вот, например, от Sedona Lace. И аналогичная от Sigma. Они ничем не хуже, не лучше. То есть она мне нравится. Но я не думаю, что я очень-очень хочу покупать себе остальные кисти от Real Technique. Не знаю, посмотрим. Наверное, может быть, мой шапоголизм победит. Но вот. Чуть не забыла. Рассказывала про румяны и забыла показать вот эту палетку. Я ее заказала на Bine Coins. На, опять же, всем известном. Вот так вот она выглядит изнутри. Супер красивые цвета. Отлично ложатся. Да, пылят под кистью. Но за такую цену я готова им это простить. Они очень-очень красивых оттенков. Действительно, на лице смотрятся очень дорого и красиво. И многие действительно похожи с более дорогими румянами. Я когда сравнивала, то очень удивлялась, находя действительно похожие оттенки. Поэтому, если вы думаете заказывать ее, то не думайте и заказывайте. Итак, надеюсь, вам было интересно. Как я уже сказала, если у вас какие-то вопросы есть по определенным продуктам, то оставляйте их в комментариях, и я постараюсь вам ответить. Вот и все, в принципе. Большое спасибо всем за внимание. До встречи в следующих видео. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!